Счастье, как хорошо известно верующим, это жить во Христе, то есть быть причастным Ему во всем. Оно по-настоящему может быть понято и переживаемо только на уровне личностного сердечного богообщения. Жизнь наша очень путана, по недоумению порой кажется и просто несправедливой, ибо и Евангелие предупреждает, что мир лежит во зле. Но среди хаоса житейского и гордостного человека безумия, где дьявол окутал буквально всех и вся грехом и лукавостью, сам Христос, Сын Бога Живаго, своим тридневным воскресением дал людям через собственный крест страданий, зримое откровение на действительное благо во спасении, то есть в примирении себя предтворцом всяческих, являющихся залогом будущей вечной жизни. И кто по благодати свыше нащупал своей чуткой стопочкой полное лишение путь Христа, тот уже не может без душевного расстройства отстать от впереди идущего и ведущего словно добрый ангел-хранитель Света Небесного. Сквозь все отмеренное везде каждому жизненное пространство, протягивающего нам руку помощи. Душа уже должна готовиться к переходу в мир иной, страну обетованную. С чем она предстанет на матарствах, какими добродетелями явит себя Судьи? Ибо тот только, как назидает Мать Церковь, кто достойно, а наипаче же плодотворно пронесет свой земной, даже до мученического, если понадобится исхода крест, будет сообразно венчан дяди мой преобразившегося царства, славы небеси и земли, всещедрым воздаятелем. Настанет день, и все воскреснут. Кто внидит в рай, а кто и в ад. Вот только брусь, держа путь крестный, порой невыносимо тесный, необронимый в свой талант, то есть талант своего высшего задания счастья во Христе Иисусе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok